Добрый день, Валерия. 16 предметов и реальных историй, связанных с домашним насилием. В Киеве проходит выставка под названием «Дело в том». Экспонаты – это предметы, которые есть практически в каждом доме. Каждый из них так или иначе связан с реальными случаями домашнего насилия. В Украине за такое преступление введена криминальная ответственность. Обидчикам грозит наказание в виде общественных работ, арест до 6 месяцев, ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 2 лет. За первые 6 месяцев этого года полицейские вынесли почти 9 тысяч таких предписаний. В Украине призывают женщин не молчать, а бороться за свои права. По данным ООН, 2 из 3 женщин в Украине хоть раз подвергались домашнему насилию. Валерия, это очень сложный вопрос и очень чувствительный домашнее насилие. Мне кажется, что люди часто опасаются поднимать эту тему. И только сейчас, я надеюсь, ситуация будет меняться. Вот какие меры, на какую помощь может рассчитывать жертва, какие меры будут предприняты в отношении к обидчику? А знаете, действительно, тема довольно тяжелая. И я могу, прежде чем ответить на ваш вопрос, немножко вспомнить свою практику адвокатскую и сказать по этому поводу, что действительно, в последние несколько лет ситуация изменилась, потому что эту тему начали поднимать. И люди не боятся говорить о том, что в принципе это существует. Потому что да, когда мы говорим о насилии в семье, есть еще очень большой вопрос. Это то, каким образом эти люди защищаются. И если взять статистику осужденных, особенно женщин, я сейчас не говорю о том, что насилие не применяется к мужчинам и детям, но если именно мы берем осужденных женщин, среди них очень много тех, которые на самом деле... Защищались. Да, это была самозащита. И у меня даже в практике были такие дела, где очевидные все доказательства прям показывают, что это была самозащита. Но в том числе, почему суд не учитывал, например, вот эту версию? Потому что не было ни одного заявления в полицию, а даже если они и были, жертвы потом сами приходили... И забирали. И их забирали. Поэтому вот эта политика, которая сейчас очень активно развивается в Украине, это абсолютно не дань моде ни в коем случае, не какой-то новый тренд. Это именно то, что, в принципе, может помочь. Как вот, например, женщинам, которые уже много в чем загубили годы своей судьбы, в том числе из-за того, что оказались в такой ситуации, например, даже осужденных. В том числе помочь и, я считаю, детям. Потому что дети, ну, они становятся очень часто безмолвными участниками этой ситуации. Мне кажется, что когда насилие осуществляется по отношению к женщине, дети тут тоже есть жертвы. Они не просто жертвы на самом деле. Я знаю такой довольно кричащий, вопиющий случай, когда мужчина побил свою жену или сожительницу, честно, я не помню. И чтобы ребёнок маленький ему не мешал, он его просто закатал в ковёр. И ковёр поставил к стенке. Когда приехала полиция, они женщину отвезли в больницу, потому что там уже было состояние, когда она не могла внятно даже как-то воспринимать всё происходящее. Мужчину отвезли в полицию, а про ребёнка никто не знал. Я думаю, финал этой истории понятен. Ребёнок умер? Да. И это был случай, он на самом деле произошёл, по-моему, даже не очень давно. То есть мы говорим о периоде времени несколько лет. Происходит то, что в принципе сейчас мы и начинаем делать. Происходит, например, сигнал о насилии в семье. Что дальше происходит? Вызывается полиция, приезжает полиция. Полиция, например, если там есть детки, нет деток, соцслужбы. А там психолог, если нужно. Если нужно, например, юрист. А нужно, нужно обратить тоже соседей, например. Возможно, вот опять же, вы зашли, увидели, что там детские игрушки, а ребёнка нет. Ну, наверное, нужно же поинтересоваться, где этот ребёнок. Или наоборот, живут ли ещё там пожилые люди, например, с этой семьёй. То есть вот необходимо просто разработать всю эту методологию, по которой в первую очередь именно работники полиции должны действовать. На сегодняшний момент, да, у нас есть вот эта вот Полина. Это именно те службы, которые выезжают на моменты, когда мы говорим о домашнем насилии. И вот фактически вот они... Скажите ещё раз название. Полина. Это специальное подразделение полиции. Их на самом деле уже давно придумали, давно вводили. Сейчас как раз их количество расширяется. И в том числе они работают вместе с соцслужбами. У них есть тоже алгоритмы, ну, уже сработанные, с юристами безоплатной правовой помощи, потому что жертвы домашнего насилия — это тоже наши клиенты, с психологами и со всеми, в принципе, кто может быть причастен к подобным кейсам. И вот это очень важно, то есть отработать всю эту методику, понимать, каким образом кто должен действовать. И тогда будет, ну, и в принципе уже становится гораздо легче бороться и противостоять этому злу. Давайте говорить об обидчиках. Ограничительное предписание к обидчику. Что это такое? Ограничительное предписание к обидчику. Есть на самом деле два варианта, скажем так. Первый вариант — это когда временное срочное предписание, то есть когда работник полиции, приезжая, видит, что обидчик, насильник фактически сделал, скажем так, или в процессе своего плохого дела, как бы он должен отреагировать и в том числе как бы срочно этого человека забрать от жертвы. Это один момент. То есть в таком случае просто человек этот, ну, как бы вот именно обидчик, не должен приближаться, не должен общаться, как бы они вот временно изолируются друг от друга. Второй момент, и это уже как бы вот, ну, другого уровня решения, это когда от месяца до шести месяцев могут тоже изолировать отбитчика от жертвы, но это решение уже может принимать только суд. Почему такая разница? Да, потому что когда мы говорим про от месяца до полгода, мы говорим о том, что фактически человека, например, могут насильно выселить из его квартиры, да, потому что это же одна из первых таких проблем, с которой столкнулись те же юристы, которые начали работать в этом всем, что да, ладно, а что нам делать, если, например, это действительно обидчик, а это его собственность. И получается, что как бы, да, это вмешательство в определенной мере. Во-первых. Во-вторых, да, необходимо изучить и понять, почему именно такая мера сильная довольно должна применяться, потому что она в том числе включает в себя не только невозможность общаться. Фактически обидчик тогда не может как бы ни писать, ни звонить, ни искать свою жертву через третьих лиц. Да, это как в американских фильмах, например, вот есть у них тоже такой возбранительный механизм, когда вот ты не можешь ко мне приближаться на 100 или на 300 метров. И в том числе, ну то есть вообще как бы человека изолируют из жизни, например, его жертвы. Здесь та же самая ситуация. В принципе, для чего это сделано? Это сделано не только для того, чтобы жертву оградить от возможных дальнейших актов насилия. В том числе это сделано и для того, чтобы каким-то образом повлиять на этого обидчика, насильника, для того, чтобы, возможно, его ресоциализировать. Ну, разные. Вы действительно верите в то, что это возможно? Я думаю, что если мы, например, понимаем, что часть людей, которые совершают преступления, их можно ресоциализировать, перевоспитать, научить чему-то новому, то, в принципе, да, возможно, это и касается людей, которые применяют домашнее насилие, мужчин, женщин или детей. Потому что я хочу уточнить, что даже дети могут иногда быть именно агрессорами. Почему? Потому что, скажем так, плохие поступки, они иногда, не всегда, абсолютно не всегда, мы же это понимаем, они иногда могут стать как бы следствием определенных жизненных обстоятельств. Например, люди возвращаются с войны и нету нормальной, адекватной, психологической восстановительной программы от государства. Проблема, проблема социальная большая. Люди болеют, например, возможно, даже это какое-то психологическое или еще какое-то там может быть заболевание. Да, то есть есть много причин, и в этом нужно разобраться. И, в принципе, это время тоже для этого и дано. И оно так и предусмотрено. Валерия Коломит, заместитель министра юстиции Украины, была у нас в гостях. Мы говорили о домашнем насилии, теме очень сложной. Берегите себя, и мы с вами обязательно увидимся.